Музыка Так это все на уровне играли. Сначала первенство Бани, первенство Водокачки, а потом уже эти лиги начались. На этих газетных вырезках и фотоснимках практически вся история Ярославского волейбольного клуба. Почетный президент Ярославича Сергей Шляпников вспоминает все, как будто это было вчера. Именно благодаря упорству и настойчивости Сергея Константиновича четверть века назад и началась эта волейбольная история. На завод я пришел в 88-м году и потихонечку начали собирать ребят, кто раньше играл, кто свободен, кто может и так далее. Начинали с первенства района, первенства города, выходили на первенство области и уже в 91-м году мы зарегистрировали наш клуб и получили официальный статус волейбольного клуба как общественной организации. Это 29 декабря, перед самым Новым годом. Ярославские болельщики уже привыкли, что свои домашние матчи Ярославич проводит в спорткомплексе «Атлант». Но в начале 90-х тогда еще клуб «Нефтяник» принимал своих соперников в небольшом спортзале Ярославского медицинского института. Тренировалась команда во дворце культуры «Нефтяник». Где у нас уже появились официальные соревнования, такие как первенство России. И в общем-то, начиная с 91-го года, мы взяли путь на создание профессиональной команды и на выполнение той задачи, которая была поставлена, а именно выход в класса России. Я был и как президент клуба, и как главный тренер, и как капитан команды, и как игрок. Все в одном лице, в общем-то, и справлялся. Восхождение «Нефтяника» получилось стремительным. Спустя два года команда уже играла в первой лиге чемпионата России. В 96-м году в высшей лиге, а в 98-м пробилась в суперлигу. Главные же достижения «Нефтяника» случились на рубеже веков, когда команда два года подряд занимала четвертое место в чемпионате страны и выступала в Еврокубках. Негчайшей страницей в истории клуба стала домашняя победа над одной из лучших команд планеты, итальянской Каза Моданой, в рамках Кубка ЦЕФ. Один из участников того легендарного матча, ныне генеральный менеджер Ярославского клуба Олег Устинов, с гордостью демонстрирует трофей своей домашней коллекции – майку Каза Моданы. Это, наверное, самое яркое впечатление, когда на то время достаточно провинциальная команда из Ярославля победила грандов европейского и, наверное, мирового волейбола. Тогда это была сборная мира, и тренировал ее немалоизвестный Даниэль Бальоли, который впоследствии был как тренером «Динамо» и тренером национальной сборной России. У нас была хорошая команда и хороший коллектив, прежде всего. За счет этого мы и добивались результатов, и, естественно, тренерский талант Шляпникова нам помогал, он нас заставлял, делал из достаточно средних и невыдающихся какими-то суперфизическими данными, ростовыми и техническими, да, крепкий, слаженный коллектив. Еще один участник того легендарного поединка «Либер» Александр Соколов до сих пор в строю. Он дважды покидал Ярославль, но каждый раз возвращался назад. Один из самых титулованных воспитанников Ярославского клуба Соколов сегодня не только приносит команде пользу на площадке, но и передает бесценный опыт молодому поколению. В Ярославчиках нигде есть шанс молодым именно играть, да, потому что те же клубы, клубы Суперлиги, у них очень серьезные задачи стоят и, ну, вряд ли там могут доверить молодым играть ключевые матчи, потому что каждая игра – это на вес золота. Тем более сейчас вот эта новая система, где во главу стоят победы, а не очки. То есть там борются за каждую победу. Здесь же у нас есть шанс молодым раскрыться, играть и показать себя на самом высоком уровне. В копилке Соколова золото Лондонской Олимпиады. Всего же за 25 лет Ярославский клуб вырастил четырех олимпийских чемпионов. Более 30 воспитанников нефтяника, а затем и Ярославича под началом Сергея Шляпникова становились победителями и призерами юношеских и молодежных чемпионатов мира и Европы. Ну, вообще выигранных было шесть чемпионатов Европы, два чемпионата мира. Я не считаю бронзовые награды, серебряные уже. В общем-то, две универсиады студенческие выиграны. Одна из них в Казани, вот за которую я и получил почетную грамоту от президента страны Владимира Владимировича Путина. Вот. Затем буквально в 2015 году мы играли первую олимпиаду европейскую. Это впервые проводилось, европейские олимпийские игры в Баку, где мы заняли третье место. Я считаю, что в молодежной сборной мы показали достойный результат, где другие команды выступали первыми национальными командами. Раскрывает таланты Ярославича сегодня. Так в этом году бронзовым призером чемпионата Европы в составе молодежной сборной России стал воспитанник Ярославского клуба Иван Пискарев. Тут реально молодежь воспитывают, то есть помогают и как-то реализовать себя там, свои планы, помогают вот там, то есть как могут. Также игроки, тренер, то есть тренер, допустим, выпустит там под концовку или еще чего-нибудь доверит. Игроки там, если что-то не получается, помогут, поддерживают там, скажут какое-нибудь слово и ободряющее, и то есть, ну, с подготовкой молодежи, как бы все отлично. Клуб свои традиции продолжает. База в Фоминском, в принципе, работает, дает постоянно выход в юношеские молодежные сборные. Поэтому в нашей работе ничего не поменялось. Мы продолжаем воспитывать игроков самого высокого уровня. Ярославль – это намоленный город. Это волейбольный город сейчас, и сложно, наверное, уже по истечении 25 лет представить Ярославль без волейбольной команды. Да, мы, может быть, упали сейчас в высшая лига, но у нас все равно приходит полный зал болельщиков, и это, наверное, самое главное. В канун Нового года принято загадывать желания. Волейболисты Ярославльича не скрывают – мечтают в следующем году вернуться в Суперлигу. Тем более все предпосылки к этому имеются. Дорогие ярославцы, хотим от всей души вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать в Новом году здоровья, вид, семейного благополучия. Приходите на волейбол. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова